Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, мы с вами продолжаем играть в Metro Exodus Enhanced, и у нас с вами на очереди, совершенно верно, это история дяди Сэма. Твердо решив эйсить, живо лево, его родные Сэм прощается с Авророй и её экипажем, и отправляется по железной дороге дальше на восток, надеясь найти во Владивостоке способ пересечь океан. Это пути, однако, оказывается, значительно сложнее предыдущих. Ну что ж, друзья, ребяточки, мы с вами начинаем историю дяди Сэма, который пожелал найти своих родных где-то в океане. Собственно, это концовка была у нас с вами оригинальной игры, а в итоге он всё равно помер. Как я понимаю, что это даже хорошая, что плохая концовка, всё равно он подох. Ну что ж, ну он был старый мельник. Границы. Да хорош, смотри, даже у артефакта появляется. Трэндец лагает, ребята. Выбрал мечту и отправился за ней, похвально. У меня видно, сзади меня хромакей, сейчас мы... Деревья. Ага, и вот мы, собственно... Но каждое утро, встающее прямо по курсу солнца, приносил смену декорации, целяя уверенность, что я всё же приближаюсь к океану. К океану. Соединённые Штаты Америки, я ему сообщу, наверное, он не знает географию, у него была двойка, находится реально через океан. И как он собирается его проплывать, непонятно. О, трактор! Наверное, где-то мы прибыли в Беларусь, я так понимаю. Теперь мы с тобой отправимся ехать дальше на тракторе. На заржавелом. Лукашенко на них нет, который наводил везде порядок. Всегда приезжают, всё смотрят, весь задр... Вот видите, весь трактор задрызанный, никто его не почистил, не помыл. В городе, где должен начаться последний этап моего путешествия. И уже чувствую запах моря. Владивосток. Если у меня и вправду есть шанс добраться домой, я найду его здесь. Я найду его здесь. Будем говорить с акцентом, как будто мы из Америки. Потому что это круто, наверное. Короче. Ну что сказать, мы с вами куда-то попёрли. Как я вижу, никаких чудовищ и мутантов он не встретил на своём пути, что удивительно. Хотя у нас с вами их было целая куча. По пути и нам с вами обещают нелёгкую тропу-дорогу. У нас с тобой прогружаются текстуры во время игры, правильно. Спасибо разработчикам за непририсованную текстуру. А, вот, нормально, наконец-то. Собственно, история Сэма. Хеллоу, иностранец. Хеллоу, куда ты собираешься? Ну, правильно, давай так и слезем, правильно. Чего быть, там мы не винователем, говорится. Ой, ты какой молодец. Ну что ж, единственный глухонемой у нас был, точнее, просто немой, это был Артём. Сейчас мы с вами играем за дедя Сэма, который тоже умеет разговаривать, хоть криво-косо, но умеет. Это уже радует. У нас с тобой по патронам. Что у нас по патронам? По патронам всё вроде нормально. Опять нам с вами не дали выбора сложности, поэтому подписано, какая сложность не будет. Но я думаю, что она нам особо с вами и не нужна. Фонарик. Фонарик нам тоже не нужен. У него тоже есть зарядное устройство, я так понимаю. Ну да. Мужик, здорово, ты не против, если я твою сумку оберу? То, наверное, это какая-нибудь одежда, скорее всего, потрёпанная, но... На самом деле, на самом деле, играя в такие игры, что я хочу вам сказать, даже вот Fallout взять пример, очень сильно погружаешься в атмосферу всего происходящего с представлением ужаса, что было бы, если бы это всё было на самом деле. На самом деле. Если говорить вот тут прямо честно, положа руку на сердце, с ужасом понимаешь, что бы произошло, если бы всё это реально было, как показано в этих играх. Финикулёр какой-то. Какой-то кулёр. Кто-то стрельнул в кого-то. Давай посмотрим, пойдём. Кто в кого стрелял. У нас с тобой разрушенный мост, как он собирается перебираться, непонятно, правда, какой. Судя по России, я знаю только, по-моему, крымский, но явно не ведущий в Голливуд, я так понимаю. Куда-то вот туда, наверное, он хочет направиться. Нас с тобою. Пойдём посмотрим. Кто стреляет в кого? Местный житель, прикинь. Типичные жители Владивостока. А, это бандиты у нас с тобой, я так понимаю, да, у нас с тобой. Владивостокские бандиты, труд май, ляжку подмывай. Это мы с тобой тоже помним. Такие выражения, музыка из сталкера началась. Какой-то странный законик. А ты откуда знаешь, что он там хочет? Есть такая маза, понял? Короче, шабазар, выходи уже. Интересно, они ничего не сделают, если ты подойдёт поближе? Бах! Хорош. Ха-ха-ха! Сейчас мы... Здорово! Пацаны! Всё. Успокоились. По-моему, они кончились. Спасибо за помощь! Поднимай сюда! Да. Давай, сейчас подойду. Хотел, конечно, я всех... Тихо, мирно, так сказать, завалить. Но тихо, мирно не получилось. Какого-то ещё местного жителя, видать, на крылья. Какие-то сраные бандюканы. Бакланы, бандюканы. Запрещено. Видишь, написано? Подниматься на крышу, стерегаясь контакта провода. Это называется... Как это слово называется? Ты помнишь, как это слово называется? Я вот не помню. Как-то пантограф, по-моему, называется слово. Вот зацеперы некоторые от этого и подыхали. Сами виноваты, не надо лезть. Написано же, не лазить. А люди не слушают. Законы же, я не читаю, для дураков написано. Ты откуда взял-то? Опа, тихо. Ну-ка. Давай, капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь. Оружие убрал! Оу-оу, полегче, я же помог. Ты чё, товарищ капитан? Адмирал. А я говорю, убери, быстро! Всё, всё, всё. Мне неприятности не нужны. Я ещё корабль, мне домой надо. Не знаю, что подходящего. Всё, я опять достал оружие обратно. Ну-ка, корабль у нас только один, зато подходящий. Идём, покажу. Пойдём. Ну-ка, чё у нас? Интересно. На теплоходе там, потом будет. На теплоходе музыка играет. А я-ня-ня-ня-ня-ня, всё, ляжку подмывает. Тара-та-тара, и та-тари-та-тара. Ну, как бы, по факту. Ты не хочешь, а то загремишь в трем. Ну да. Где он, вон? Красавцем. Случайно, не хотелось бы, конечно. Владивосток. Смотри, издалека, а предпририсована вроде графика, тоже пририсована издалека. Хорошо. Правда, фпс проседает люто. Ну чё, доставай бинокль. Отсюда хорошо видно. Давай, сейчас посмотрим. Куда смотреть-то? О! Субмарина, смотри какая она. А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Ну да, я ж ДДСМ. Опа, ещё один американец. Что вам тут, мёдом намазано? Ещё один? Мё сеть. Да и фрилка, похоже, не в курсе. Так что расскажу, но позже. Интересно. Сворачиваемся. Опа. Чёрт. Крылан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Давай, погнали. Давай, товарищ капитан. Товарищ адмирал... О, батюшки мои. Проваливай, крыса летучая. Товарищ капитан, подождите меня. Ой, здравствуй. Ой, ты какая красивенькая, маленькая летучая мышь. Из уха не прилетела, наверное. Решил тут нам тоже ковид устроить. Э, ну-ка. Ну-ка. Давай, патрон, 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 патрон. А что он в каком-то стадии непонятных летучих мышей-то, я не понимаю, летает? Это типа его семейство, что ли, такое? О, замычало, как корова. Му-му. Добрый вечер. С вами радио-маяк. С вами радио-дядя Сэма. Куда вы все? Так, патроны заберем, ну-ка. На тебе. Что, не нравится тебе? Знаешь, что мы сейчас сделаем? Давай, мой, как ее. На! На! Не понимаю, это кто его? Группа поддержки, что за ним летает? В одиночестве боишься, не справишься? На! На тебе! Все, что ли, уложили? Уложили, походу. Все, ребята. Прикинь, воскресло. Какой опасный у нас тут контингенты проживают, я вам скажу. Я бы с таким связываться не хотел. Привет. А я вообще-то попал. А я попал по тебе. Да ну. С критовой вставки, добрый вечер. И что? Опа! Как тебе такое крылышко отведать? Ой! Тихо. Что-то меня чуть не завалило. Что-то меня чуть не завалило. Мостом-то. Здравствуй. А, все? Смоталось? О, лягушки квакают, лягушки-квакушки, идет запись, а ну-то нормально. Пускай так она туда и будет. Так, все, что болот типичное. Слушайте, вообще непонятно куда идти. А, нет, вроде как понятно. Мне как-то стрёмно ходить по такому болоту с такими лягушками, счетом того, какие здесь летают летучие мыши. Да, здравствуйте. Не хотелось бы мне с вами связываться, но мы, походу, потеряли оружие, я так понимаю. Не знаю, как мы теперь будем без оружия с кем-то сражаться. Мужик! Не найдешь немножко пистолета? Фу! А, уйди! Хватит меня! А, это... Ай! Это змея, походу. Не надо меня целовать. Не хочу я с вами, так сказать, лапзаться. Ладно, хорошо. С одной летучи... О, мыши мы справились. Кто там у нас? Ну-ка. Опа. Что у нас с тобой тут такое? Здрасте. Газеты. Ты чё? Ох ты! Собака, ты чё творишь, что ли? Руки вверх. Лысый. Пошли с нами. Лысый. Лысый. Опа, лысый. На тебе. Давай. Как Сильвестр в столовой. Ну-ка. Ать. Брюс Лиджи Кичат. Харп. Опа. Смотри как. Ать. Опа, мимо. Что такое? Ну-ка, отдохни-ка. Ты чё, лысый? Ты куда? На тебе. Ты чё, лысый, дядя Сэма. На тебе. Оп, хорош. Смотри. Ать. Прикинь. На тебе поляшки по твоей. Всё. Отдохни. Ах ты ж. Ой, больно. Батюшки мои. В колу прилетело. Опа. Опа. А ну-ка. А ну-ка, кутэешник. Опачки. На тебе, фраер. Баклан. Батюшки. Ты чё? Руку свою прибери. На тебе. Отдохни. Ты чё, руку убери от меня. Отвалил. Ай, больно. Ой. Что? По голове чё-то прилетело. Половину повырубали. Как могли. Вы чё, фраера, бакланы? Что-то привёлся бычара. Ты чё, фуфел? На тебе, фуфел. Фуфельный. Ой. Это было больно. Трубой, да, по голове. Это такое себе удовольствие получить, конечно. Но в итоге, похоже, что мы попали, так понимаю, в плен. По всей видимости, к этим фраерам, как говорится, маза по масти, фуфелам по пасти. Да ты и по-русски-то не очень. Откуда знаешь ты, американский? Ну, ты чё, лысый? Смотри, какие-то лысые. Слушай, на местах жителей они явно не похожи. Какие-то фуфела явные. Он, кстати, очухался. Слышь, ты сам-то откуда? Ты из Москвы. Слушай, а ты не американец, сейчас им, а? Нет, блин, бурьяр. Американец, американец. Да вот видишь. Да, прикинь. Что-то ты нас так кидал. Правда, не помогло. Это просто не мой день. Это просто не мой день, говорит. А, нет, не мой. Похоже на то. Ну ничего, может, ещё и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Кота. Позвони коту, который у тебя по углам везде сыт. Курьер, видишь, из дека едут. А, вот, собственно, нас везут на лодку, как мы и хотели с вами. Смотри, там молнии какие-то фигачат. Ооо, с вами радиомаяк. Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Видишь, что там? Добрый вечер. Тучи. Это брат буря. О, братом называют, прикинь. Буря, и они у нас тут непростые. Попадёшь в такую, не поздоровится. Так что повезло, чтобы тебя приняли. Какие-то у нас с тобой будут корабельные войны будут. Метро Экзодус. Блэк Флэк. Или Рэд Флэк, если там красный флаг у нас с тобой. Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Обижаешь, босс. Ругался, как ты, в худшие дни. С тобой, смотри, какой форт выстроили. Водяной и лысые, ребята. Смотри, у него лысина отбликивает. А, у вас не видно, наверное. Не видно на предпросмотре вроде ВОБС. У меня видно. Он так вот двигаешь, и лысина немножко чернеет. Что здесь, смотри, какой-то... Вроде местное житие, не написано все бандиты. О, видал как? Мой гость говорит. Видишь, эффект какой? А кто все сразу понял? Кто сказал, что американец, а? О, смотри. Прикинь, субмарина. Вот это жесть. Здоровая дура. Ваща наша. Во. Что, это российская подлодка? Серьезно? В России такие подлодки делают? Что-то я не в курсах, ребята. Это, походу, атомная какая-то, наверное. Но я просто никогда не видел подлодки, поэтому... О, зонтиком встречает нас. Прикинь, как курьер в Яндексе. В Яндекс.Гоу. Том зовут его. Я буду Джерри. Давай. Будем с тобой Том и Джерри. Развяжите. Прикинь, вот это у нас с тобой страсти наукаряется. К Трампу везите гостя, говорят. Давайте прямиком в Америку. К Трампу везите. Слушай, нормально. Сейчас мы с ним чаи погоняем, про Америку нам расскажут. Какая-то стрёмная буря, по-моему, как мне кажется. Вам не кажется, что что-то намечается? Наверное, ураган какой-то. С каких пор над Владивостоком ходят ураганы? Ну, у вас с отчества прибыли. Поднимайтесь на борт. Как скажете. Что, ребятушки, смотрите, у нас с вами 19 минут. Знаете, давайте с вами лучше остановимся. Пускай будет так. Я лучше буду серии покороче записывать с пониманием того, что вам проще будет их смотреть. Чем мы сейчас затянемся, пока пройдемся, пока дойдем, пока время пройдет. Так будет проще. Пока что на этом, ребятушки, все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Рано, спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро не переключайтесь. Огромное количество гайдов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok До новых встреч. И пока-пока, ребятушки.